На окраинах Алматы полностью завершат строительство инфраструктуры. Так на пресс-конференции пообещал заместитель Акима Мегаполиса Мухит Азербаев. По его словам, только в этом году в нескольких районах провели 120 километров водопровода и 77 километров канализационных сетей. А за два года в рамках программы «Город без окраин» были освещены около 2000 улиц. Шапогат Мурзабекова с подробностями. Особое внимание власти мегаполиса уделяет подключению домов к центральному водоснабжению и канализации на окраинах мегаполиса. В этом году проложили сети в 24 микрорайонах Наурзбайского и Бустандыкского районов. До конца года местные власти планируют завершить строительство и подключить городским сетям больше 23 тысяч домов. Теперь строим водозаборные и фильтровальные станции. Как известно, один из таких больших проектов сегодня осуществляется на реке Каргалэ. В первом квартале следующего года завершим это большое герротехническое сооружение, строительство его возведения. Таким образом, мы обеспечим стабильную подачу чистой воды практически 15 тысяч кубов в сутки. Сейчас в мегаполисе функционирует система управления уличным освещением. По словам заместителя Акима Мухита-Зербаева, теперь можно дистанционно вести точный учёт потребляемой энергии во дворах и на улицах. Устаревшие трансформаторные подстанции, которые запитывают, или от которых запитаны опоры освещения, мы параллельно их тоже меняем. Второе – это устаревшие кабельные линии. То есть это тоже одна из проблем, которую мы решаем. Мы хотим по принципу открытое небо, чтобы все провода были с воздуха положены кабелем в землю. Уже в следующем году больше 200 тысяч жителей Турксибского района получат доступ к стабильному электроснабжению подстанции Туздобастау. Местные власти планируют построить новую трансформаторную систему и в Житусусском районе.